С чего начать? Даже не знаю, с чего начать. Ну, начну с того, что произошло то, что, в общем, ожидалось. Давайте так пойдем, пока люди собираются. Два слова про Надеждина. Не зарегистрировали этого Надеждина. Как он там не пытался показаться правильным имперским либералом, который ничего не отдаст Украине, который будет насмерть стоять за Крым наш и за все остальное. Значит, его развели классически. То есть, я так понимаю, в его штаб туда инфильтровали каких-то людей, которые специально, специально подали плохие подписи. То есть, чтобы он, не дай бог, не прошел дальше, специально обученные люди взяли и, ну, извините меня за такое сравнение, накакали ему в эти папки. Вот, то есть, там положили листы, которые, очевидно, не соответствовали стандартам, которые требовалось по закону подавать. Вот, центральную избирательную комиссию. Центральная избирательная комиссия радостно нашла этих, там, почти 10 тысяч кривых подписей. Он стал что-то мямлить, а как, а что, а где, вот, это технические ошибки. Но это не технические ошибки, это была откровенная классическая подстава, о чем и написала новая газета Европа. Вот, что специально, специально, фактически, были поданы кривые подписи, да, чтобы его завалить. И его завалили, и его не допустили. Ну, говорят, что вот теперь нет единственного антивоенного кандидата, местного, так сказать, российского Бабарики, местного, местной российской Тихановской, хотя где ему до Бабарики, до Тихановской, этому Надеждину, который просто, там, клейма нигде ставить. Он всю жизнь работал с Кириенко, замглавой администрации России. И знать не знали никто, кто такой этот Надеждин. То есть, это был чистый такой вариант, а-ля Ксения Собчак. Но, даже эта вот Ксения Собчак в форме Надеждина и та показалась Кремлю ненужной, опасной, так сказать, игрушкой. Вот, потому что, все-таки, в России есть какая-то часть демократически настроенного антивоенного общества. То есть, в ней, ну, как бы, все равно приходится считаться, она бы сконцентрировалась вокруг этого Надеждина. И, может быть, по чуть-чуть и перетянула бы часть и вот этих патриотов. И, да, и в итоге, как бы, решили с ним не связываться, с этим Надеждином. И его просто выкинули за пределы избирательной кампании. То есть, будет опять Путин и несколько его просто от прямых, как это сказать, прославителей. То есть, все выборы будут заключаться в том, что остальные будут славить, словословить Путина, да, а Путин будет просто указывать, какие цифры указать там в результате. Ну, чудовищно, конечно. Вот, это система вот этих постсоветских лживых выборов. В Азербайджане сейчас такие прошли. Еще где-то, где, ну, просто издеваются над самим понятием демократии, издеваются над самим понятием народовластия. Не понимают, что выборы это не только голосование. Хотя уже им на голосование наплевать, и какие цифры там в это голосование поставить. Что выборы это совершенно другой процесс. Вот в Америке сейчас я чувствую, что такое выборы, потому что каждый кандидат имеет право не просто давать политическую рекламу, он имеет давать право антирекламу своего оппонента. Все, там, сейчас просто такие потоки в отношении друг друга, в отношении Трампа, в отношении Хейли, в отношении Байдена, в отношении этого какого-то родственника Кеннеди. Тут просто, конечно, бурлит политическая жизнь, и ты понимаешь, что такое настоящая политическая конкуренция, и ты можешь выбрать. Да, в России не так, и в нашем постсоветском пространстве вообще про это не знают. Ну, может быть, за исключением Украины и Молдавии. Так, Молдовы. Ну, и Балтийских стран, конечно. Еще раз всем привет, еще раз спасибо, что подключаетесь. Ну, вот, видите, получился такой достаточно неожиданный стрим, своей картинкой обманувший многих, но ничего, ничего. Вот, вот, мадам пишет, а мне Надеждин больше нагадывает Дмитриева. Ну, и вот тоже хорошая ассоциация. Да, ну, видите, Дмитриев зараз сидит вообще ни за что. Чистый политический заключенный, и его даже не особо, честно говоря, к сожалению, о нем говорит наша оппозиционная пресса, оппозиция. То есть, так как он и на выборах был такой для всех немножко спойлер, то и потом к нему отношение не изменилось, и он сидит, бедный, вообще про него никто не вспоминает. Хотя никто не сказал, что он какой-то плохой человек, да, нормальный, обычный белорусский политик.